Христос Воскресе! Дорогие телезрители, в прямом эфире четверть часа. Сегодня, в День Святителя Николая Чудотворца, программа, разумеется, будет посвящена этому удивительному святому. Будет и еще одна, не менее важная тема, но об этом чуть позже. Светитель Николай, архиепископ Ликийского города Миры, всегда считался одним из самых почитаемых святых и на Руси, и в современной России. Даже далекие от церкви люди что-нибудь дослышали о Николае Угоднике, а уж верующие тем более. Но вот что конкретно известно нашим современникам о великом и таком близком нам святом? С этим вопросом наша съемочная группа вышла на улице Екатеринбурга. Есть у нас такой великий угодник Николай Чудотворец. Что это за святой, что вы о нем знаете? Ну, это Николай Чудотворец, это из города Мирылики, в Мирылике он был. Вот, и его очень сильно почитают. Вот, в году его два раза празднуют праздник. Вот он в зимний есть, в декабре месяце, и вот будет в среду, на четверг, перенесение мощей Николая Чудотворца. И молятся очень сильно о здравии. Вот, он очень покровитель, ну, даже вот, которые люди не православной веры, они и ту его очень сильно почитают вот этого. Он как бы, и еще ему говорят священно, когда поется тропарь, вот, правила веры образ скротности в издержании учителя. Я ведь и стану твоему, я же вещей истинно, я же стяжала счастье, смирение высокое, ничто и богатое. Очень священно начальниче Николая, моли Христа Бога о душах наших, о как начальник, самый перед всеми святыми, самый почитаемый святой. И молятся о всем, о здоровье, о прибавлении ума, ну, ну, в основном, вот так вот. Ну, много, наверное, я знаю. Скажу только одно, что он покровитель мореходов. Ну, если я не ошибаюсь, его мощь покоится в Италии, в Испании. Николай Челотворец, великий святой, знаю, что часто ему молятся путешествующие. Например, молитва водителя, она как раз, собственно, к нему и обращается. А почему неизвестно, именно путешествующие молятся в Италии Челотворец? Было что-то в его житии такое, что, если не ошибаюсь, то однажды путешествующие обращались к нему с молитвой, и, возможно, потому что он как раз и помогал именно покорять, может быть, морские там невзгоды, и удихомирить бури погодные. Ну, тонкости не знаю, детали. Есть такой великий чудотворец Николай. Знаете ли вы что-либо из его жизни? Епископ Мир Киевских. Сын богатых родителей, насколько я помню, отдал все свое умение. Ну что, и все, и он был епископом в Мирах. Ой, я даже была в этом храме в Мирах. Да, я знаю, есть такой святой. Но ничего о нем тоже сказать не могу. Но есть, да, Николай Челотворец, знаю, что есть. Но иконы, иконы изображения никогда, когда двадцать ездят. То есть, в Сынковской стране он был. Поэтому... А что это был за человек? Что это... чем? Какой праведливей жизни он вообще трогал? Прославился, не знаю. Кто-то из святых. Из святых. Людей с древних времен. А так, он же жил много-много лет до нас, поэтому... Только из Библии там известно, что это было. Спасибо нашим респондентам. Действительно, людям широко известны чудеса из жизни святого. Правда, Библия о нем, конечно же, не говорит. И даже тропарь святителю Николаю процитировала одна из наших собеседниц. Это особенно приятно. Воистину народный, особо почитаемый святой. Разумеется, мы привыкли видеть его на иконах. И даже в тех случаях, когда образ плохо сохранился, святителя Николая не узнать трудно. Однако, насколько иконописный лик соответствует тому, как святой выглядел в реальности? Сайт николаугодник.народ.ру предлагает нам следующую информацию. На основе археологических и анатомо-антропологических исследований стало возможным восстановить внешний облик святителя Николая. Для проведения анатомо-антропологического исследования святых мощей была вскрыта гробница в итальянском городе Бари. В результате изучения останков профессор Луиджи Мартино установил, что лик, изображаемый на иконах, полностью соответствует внешнему виду захороненного в гробнице человека. По данным исследования, у святого были карие глаза, высокий лоб, выступающие скулы и подбородок. По строению скелета был воссоздан точный рост святителя Николая – 167 сантиметров. Луиджи Мартино сделал заключение и о болезнях, перенесенных подвижником. Поврежденные суставы, позвоночник и кости грудной клетки свидетельствуют о мучениях, которые выдержал святитель Николая в тюрьме во время гонений на христиан, его пытали на дыбе. Радиологическое исследование показало обширное внутреннее костное уплотнение черепной коробки. Профессор Мартино считает, что эти изменения вызваны многолетним влиянием тюремного холода и сырости. В 2005 году знаменитый британский антрополог Кэролайн Вилкинсон и ее коллеги из Манчестерского университета приступили к восстановлению образа Николая Чудотворца, используя результаты вскрытия мощей святого, которые Луиджи Мартино провел в 1953 году. Работы доктора Мартино сыграли большую роль в реконструкции, потому что он сделал очень качественные черно-белые фотографии, рентген черепа в анфас и в профиль. В научном мире труды Кэролайн Вилкинсон по реконструкции облика известных исторических личностей признаны уникальными и высокоточными. Используя сложную систему метрических измерений, фотографии рентгеновских снимков и компьютерной графики, ей удается добиться большого сходства с оригиналом. Однако получившееся трехмерное компьютерное изображение бездушно и невыразительно. Оно не способно передать одухотворенность лика святителя Николая, от которого, как утверждали его современники, исходило удивительное сияние, как от пророка Божия Моисея. Российские художники тоже попытались воссоздать внешний вид великого святого, опираясь на иконографический образ. Проект «Предстояние» был задуман и осуществлен бизнесменом, издателем и коллекционером икон Виктором Бондаренко, художником Константином Худяковым и историком Романом Багдасаровым. В результате трудов художников и ученых снова было подтверждено, что лик, изображаемый на иконах, полностью соответствует реальному облику святителя Николая. Конечно, названные нами люди поистине провели серьезнейшую работу, заслуживающую искреннего уважения. Но вряд ли нам, прибегающим с молитвой к святителю Николаю, так уж важна точность его иконописного изображения. Хотя, конечно, приятно, что иконописцы изобразили великого святого таким, каким он был в реальности, без ошибок и прекрас. Святители отче Николая, моли Бога о нас! О святителе Николая известно, что родился он от благочестивых родителей. А это значит, что ожидание ребенка и его рождение воспринималось ими как дело Божие, с благодарностью, благоговением и ответственностью. Такое отношение к будущим детям сегодня встречается нечасто. Более распространены истории, прямо противоположные. Или такие, как эта, которую рассказала нам группа «Глаз вопиющего» «Песня «Малыш». Гремит гроза, бьет дождик с крыш, Спустилась ночь, но ты не спишь, Как надоело дома тишь. И ты не знаешь, где малыш, Кто жил в тебе немного дней И был убит, но жизнь длинней. А если б жив малыш был твой, Сказал бы, мама, что с тобой? А то ж сильнее плюет и льет, Никак забыться не дает, Так быстро тикают часы, Грехи слагая на весы. Себя не можешь ты простить, И не уйти, и не забыть, И не подняться, чтоб понять, Как дальше жить, куда бежать. Грехи слагая на весы. Проходит ночь, вот тут рассвет, Стихает боль, стирает след, Безбожных дней, безумных лет, Как будто был все это бред. Ты видишь свет в конце пути, Куда-то хочется дойти, По той дороге от креста, Все будет с чистого листа. Ты не смотришь, что жизнь трудна, Ты в этом мире не одна. Наступит утро, ночь пройдет, Ведь сердце ищет, верит, ждет. Спустилась ночь, вот дождик с крыш, А на руках твоих, малыш, И пусть на улице гроза, Он смотрит в мамины глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Все хорошо, что хорошо кончается. И слава Богу, что герои этой истории Смогли сделать правильный выбор. Наша четверть часа подошла к концу. У нас впереди чтение Евангелия, Церковный календарь и утреннее молитвенное правило. Христос Воскресе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА